Ребят, всем огромный большой привет! Как настроение? Всем огромное спасибо! За ставленные комментарии, за советы! В общем, я пришла к выводу, что все мы правильно делаем, все делаем мы законным путем. В общем, нет ничего нерешаемого. Вы так вселили меня в уверенность и в личной переписке, и в телефонных звонках. В общем, всем спасибо! Я еще принимаю советы и варианты. Вы такие классные все интересные люди, слушайте, одно дело с вами, вот вам что-то там, да, в тиране говорить, а одно дело пообщаться с вами. О-о-о! Вау! Я горжусь тобой, что вы у меня такие. Правда, что вы ко мне такие заходите. Ой, некрасиво, Нателла. Ну, спасибо за секонд-хенд. Людочка только что, Людочка только что устроила истерику мне. Я уже выехала, поехала. Когда звонок, я беру трубку, я же за рулем неудобно. Говорю, Люда, какого хрена ты мне звонишь? Я говорю, я еду. Вернись, срочно вернись. Думала, что случилось, ну мало ли. И кинула трубку, я вернулась. Ну, тревога, сирена. Она кричит, баллистика, никуда не едь, баллистика. Говорю, слышь, ты баллистика, говорю. А когда я тебя на работу везу и летают? А ночь за тобой еду, постоянно по тревоге. Говорю, ты что, говорю, мне надо. Не, ну мне, здрасте, вы что? Ой, Люда, я не могу, артистка. Ну, приятно. По-моему переживает. Хоть кто-то. Шучу, ребят, все хорошо. Все хорошо, в каком плане? У меня теперь айфон есть. И теперь каждое ваше сообщение я сразу же читаю иногда, бывает. Но когда я ничего не делаю. Сразу в телефоне высвечивается. Высвечивается там, допустим. Наталья оставила комментарий, Ирина оставила комментарий. И прям можно почитать прям на экране. Надеюсь, со звуком уже все нормально. Она, друзья. Сирена, шуток мало. Я отключаюсь. Я вас поблагодарила. Сейчас, когда домой приеду, открою багажник. Помните, я говорила, когда все конфет снимала, что вышли шмотки через новую почту, кто нуждается. Только вам она будет оплатить. Сейчас покажу. Я в багажнике вожу. Вот только я получаю, допустим, сообщение. Пишите мне в инстаграм номер телефона, ваш адрес и номер почты, куда выслать. И я вышлю. Все, до молодости. А вы там будете в восторге. Я все показывать не буду. Я уже сто раз все показывала. Но я сто процентов знаю, что все такие жиночки, как я. По фигурке. По фигурке все, как я. Вот я Верочке Исаевой все ищу что-то. Я ей, помню, такое пальто красивое подарила, выслала. Прям такое с кроликом, смехом. Тут такой кролик был, как у Снегурочки. Знаете, полностью на этих, как его зовут, господи, по краям. Она мне пишет, Нателла говорит. Какое красивое пальто. Но, увы, я не знаю. Сейчас, ребята, обгоню. Обгоню, обгоню, обгоню. Оба, обгоню. Не знаю, сделала, что-то она не сделала. И мне так хочется что-нибудь ей по размеру найти. Верочка, как только найду тебе что-нибудь по размеру, я не знаю, там в крылом роге есть эти. Секондхенды. Но у нас же побольше. Ну, кто такое. А что, мне хочется порадовать своих подписчиков? Там мне девочки пишут, тут только мы одних и тех же. Девочки, нет ни одних и тех же. Допустим, вы меня можете годами смотреть, но я-то вас не знаю. Потому что вы не пишете. Вы просто напишите мне там, Наталка, привет. А я, допустим, борщ не так варю, я так варю. Там, Наталка, я, допустим, такой, такой. Вот Вера мне, как пишет, да? Наташка голая, не ходи. Наташа, то не люблю. Человек дает, знаете, как-то о себе знать. Она не грубит, не хамит. Зачем? Просто вот, ну, как подписчица имеет полное право написать мне там или свое удовлетворение мной, или свое возмущение иногда. Почему нет? Все мы живые люди, и все правильно. Там, ты так сегодня перегнула. или, а вот сегодня ты была просто идеальна. Надо иметь этот самый диалог, и, конечно, я потом буду вспоминать. Вы знаете, я вот, когда, у меня тоже, сейчас нет, потому что, сейчас мы все, у нас конкуренция, мы так все друг к другу, где у нас относимся, блогеры, да? Это с другой стороны. Просто, когда я начну говорить за блогера, мне, нахера ты рекламируешь? Нахера ты рекламируешь? И вот помню, напишу я блогеру, популярному, там, допустим, какой-то комментарий, Боже мой! И он мне ответил. Сколько у меня было радости. Мне ответил, мне ответил. Да, приятно. Так что, я вас понимаю. Просто я же иногда не знаю о вашем существовании, что вы есть. Мне вчера с Одессы Алена Лебеденко написала. Уже много-много лет мы с ней знакомы. Она говорит, Наташа, говорит, все, смотрю, просто не пишу, просто смотрит. Но я знаю, что она есть. И я буду за вас знать, что вы есть. А контент строит на этой херне, он когда строит. Я вообще, честно говоря, вы знаете, удивляюсь. Я многих перестала смотреть. Зашла к одной женщине, 45 лет ей. Она там что-то про Снежинскую. Сейчас же Снежинская у всех на устах. С Самвелом там, да? Думаю, что ж там она, потому что я тоже видео выпускала про Снежинскую свое мнение. Она, в принципе, то же самое. Все ее жалеют. Всем, типа, такая ситуация, все ее жалеют и осуждают, что она так себя ведет, ну, типа, клянет детей всех и вся. Ну, в принципе, что и я говорила, но я не об этом. Ну, вот я на нее смотрю, ей 45 лет. Взрослая женщина, да? Я ее старше, на 8 лет. И она, вот я женщина, умудренная опыта. Девочки, и мат на мате, матершиница. Я думаю, боже мой, ну, кто ее смотрит? Нафига смотреть такую, ну, ну, как это так? Всех посылает в пехоту. Живет где-то она, то ли в какой-то метуза, китуза, метуза, за Францией. Короче, во Франции там где-то. Вышла замуж за француза, думала, Бога за яйца поймала. Но так же ж матюкаться, боже мой, так матюкаться. У меня нет. Давайте будем с вами гламурными девочками. Не, ну я могу, когда уже выведут сильно. Ну, в каждом видео, вот это вот, по поводу и без. Я бы не хотела. Доброе утро. Доброе утро. Шесть утра. Хочу вам сказать, что я не только снимаю маски в видео, а и делаю их в своей жизни. Сегодня я сделала у Ботоксную маску. У меня есть плейлист маски. Яйцо, касторка. добавила сегодня камфорное масло, посоветую подписчицы. И крахмал. Вот, делаю, жду высыхания и опять буду наносить. Вот. Так что, девочки, делайте, делайте. сейчас подтянет мое лицо. Буду красоткой. Да все, вы видите. Так, ну вот. После маски немного подрумянилась. У меня такие ремяна, ну, неважно. Сделала я Ботоксную маску. Все равно я, конечно, в восторге. Я, может, вас уже задолбала этими масками, девочки. Ну, нам надо выглядеть хорошо. Вот проснулась и надо выглядеть хорошо. Значит, я хочу вас предупредить. Я там подготавливаю видео по поводу похудения. Мой негативный опыт и мой положительный опыт. Там мне одна женщина писала, Нателла, расскажите только, чтобы не бегать. Я с вами полностью согласна по поводу только, чтобы не бегать. Потому что у меня есть там видео, когда я бежала за машиной и меня сняли. понимали? Боже, все колышется, все трутится. Вот такая задница. Прям вот такая задница. Живот. Прям живот конкретный был. Как же мне было тяжело. Я должна вам сказать, не помогло. я могу вам утверждать, что лучше ходить. Вот ходьба, да. Там и дыхание не сбивается, ты просто себе идешь, о чем-то думаешь, ты выхаживаешь стресс, тем временем, ты теряешь калории, спокойно, уравновешенно. В общем, кто не любит бегать, девочки, рекомендую ходить. Обязательно расскажу, будет видео, кто будет ждать. Я расскажу, покажу, что я пью по утрам и по вечерам. И обязательно расскажу свой негативный опыт. Ну, а так сейчас пока у меня утренний уход, потому что сейчас 8 утра. Вот так я выгляжу 8 утра. Патлы свои. Скоро будет, у меня будет скоро коррекция. Ногти, эти волосы. У вас еще не скоро. Кстати, свои волосы хорошо растут, потому что их видно. Вот. Потом я еще потом сниму обязательно про волосы, как я дочечке делаю из лопуха маски. У меня, кстати, очень тонкий волос, благодаря вот этим вот маскам. Бесподобно. В общем, у меня, оказывается, столько у меня есть поводов для снятия видео, не только блоговых, понимаете, сюжетов. Есть, есть с чем поделиться и надеюсь, мои новые девчонки присоединятся. Кстати, Баньковская, ты где? Вот это девочки в Ютубе, что я хочу вам сказать? Ютуб же, что брал имена, ну, мы блогеры, вы можете не видеть, мы блогеры, мы блогеры, мы блогеры, видим в своей творческой студии, вот там, где на колокольчик нажимаешь, там есть имена. А вот там в комментариях, блин, одни юзеры, юзеры, юзеры. Баньковская, Наталья Петровна, отзовитесь, напишите, что, где вы вообще пропали? Где пропали, Оля, Наташа? Написали мне. И вообще, девчонки, напишите, мои старые зрительницы, ну, старые, в смысле вы не старые. Знаете, я тоже к этому очень отношусь так, которые мне давно смотрят. Жду от вас сообщений, жду от вас комментарий. Обязательно. Так, еще, там мне одна женщина написала по поводу того, что она заберет полную сумку вещей. Сейчас скриншот посмотрю. Сейчас надену очки, посмотрю скриншот. Я заскриншотила ваше имя. Значит, у меня большая просьба, найдите меня, пожалуйста, в Инстаграм. Так, сейчас, 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 сейчас. Галерея, скриншот, видите, очки, да, все, дальше. О, девчата, борюсь, борюсь. Мне там пир сейчас. Ага. Так, 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 где она, где она, где она? Уведомление. Вот видите, уведомление, и я вижу имена, потому что, люди думают, что я сама поубирала эти имена. Нет, я в телефоне вижу. А вот вы в комментариях одних юзеров, почему это видите. Вот, Ирагон, Лариса Петрусенко, Петрусенко, Евгения, Валентина, Валентина, так, Валентина Дяди. Да, вы, 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 вы не вдячны. Валентина, давайте как-то с вами свяжемся. Напишите мне в Инстаграм, пожалуйста, напишите мне в Инстаграм, надо ваш контакт, и на какую почту, какой город переслать, потому что, если вы не боитесь, напишите мне в комментариях, я прочитаю, потом удалю. Если у вас нет доступа к Инстаграм, напишите мне в комментариях, я прочту, и потом быстренько этот комментарий удалю. Договорились с вами? Сейчас я еще, еще вам, девочки, покажу свой Инстаграм. Я Инстаграм, я его не развиваю, потому что, и так, и ТикТок, это для меня очень много, у меня просто нет времени. И что Инстаграм? Инстаграм, там заказывают рекламу, прорекламируют то, то, то. Рекламой я занимаюсь, кто надо, люди по рекламе мне пишут, и на электронную почту. Так, вот мой, вот мой Инстаграм, НАТО Днепр, 20, НАТО, господи. Хорошо, Фейсбук, хорошо, я отвечу вам на комментарий. Дайте мне, пожалуйста, НАТО 2017 Днепр. Да? Напишите мне. Вот еще. Это мой Инстаграм. Я там, у меня очень веселый Инстаграм, я танцую, прикалываюсь, серьезно, и вы меня, вы увидите очень редко, редко, там, где мне реально плохо, и я, знаете, я до людей, до людей. так, ну что, мне нравится все, конечно, я загоревшая вообще, я прямо чернючая. Спасибо, что я вас развеселила в секонд-хенде, мне очень приятно, правда, я сегодня приготовлю молодую картошечку, и я же все-таки купила ногу свиную, что не вот эти вот ратыцы, а вот ратыца с ляжкой. Боже, руки, руки, руки. Ничего, все будем подтягивать. Значит, это самое, Люда у меня, девочки, вот смотрите, Люда любит вареный лук, Люда у меня любит вот такие вот вещи. Кстати, это очень полезно для костей, для суставов, для сосудов, это просто, ну, невероятно. Я сварила на маленьком огне, бульон отставила, бульон добавляю и кошечкам. Мама этот бульон моя очень любит, или в застывшем, или в горячем варианте, она его пьет. Значит, в общем, эту ратыцу я с ногой сварила, кости убрала, вот так все пожмакала, пожмакала, положила кулеку в морозилку. Что, как она любит, она любит молодую картошку, и сверху я потом на сковородочке с луком поджариваю вот это вот мяско, вот это вот весь, желатин, там все, там очень все вкусно, и сверху на картошечку. Вот, вот мой ребенок это был ел с утра до вечера, и она молодец, это укрепляет суставы. Ну, а про похудение ждите видео, обязательно расскажу, обязательно ждите, это будет у меня цикл похудений, потому что, я так понимаю, что девочки, и еще раз говорю, я не специалист, давайте на собственном на собственном пельмене, на собственном примере, потому что, кто меня смотрит, наблюдает уже сколько лет, да, четыре года, видели, я была и толстая, я то худею, то поправляюсь, то поправляюсь, то худею, потому что, это работа над собой, как только я прекращаю над собой работать, все, плыву, как, как бегемотиха, понимаете, ну, вот сейчас, вот как-то, мне нравятся мои формы, мне очень нравятся и ножки, и формы, ну, я должна вам сказать, девчонки, которые моего возраста, мы же все понимаем, да, когда гормоны в нас играют, то мы тут бессильны, единственное, что нам надо делать, когда прыгают гормоны, кто, есть такая, есть такая тенденция, что женщины очень сильно худеют, но это большая, большая редкость, у меня у тебя Галя, при климаксе, очень сильно похудела, но в основном нас распирает ши, и чтобы это не делать, что надо делать, девочки, немного, да, жор, прямо невозможный, пар идет, сушая, везде идет, девочки, учитесь закрывать рот на замок, все, в следующем видео расскажу, как это я делаю, расскажу, покажу, на собственном примере, прямо разденусь, все покажу, так, эта помада не идет, земля полотенце, сейчас, эта помада, а, вот, шину, у меня, только вы его утирали, помада, совершенно не идет, о, совсем друголюбина, так, по-моему, брови слишком, да, черные, так, и брови подотрем, вот видите, как я, все, я уж, ничего не это, о, вы не на стиранте, вы лишь, вы лишь на урзолом намазали, ну, ничего, смоется, смоется, как вам моя прическа, дитё-дитём, ну, так бы мне хотелось, так, давайте поздороваемся с моей мамой, где там уже моя, дорогая, любимая, наша с вами труженица, и красотка, мамуля, ой, как она мне мотает нервы с этим огородом, о, безвылазно, ага, вот она, вот она, вот она, вот она, ну, она только, секси-вумен, парчиком, Ерочка, я здесь, здравствуйте, добрый день, доброе утро, я говорю, мама, ты хотя бы снимаешь, говорю, хоть иногда свою красную повязку, а как же, говорит, ну, прикинь, я сниму, и у меня вот эта воля, волос лезет назад, ну, тебе на огороде удобнее, гребешок не тянет, очень, я бы ещё такую нашла, у тебя там, у твоих архивах, я тебе куплю, я покупала, не хватит одной, я покупала в Авроре, маленькая моя, очень удобная, очень удобная, манюсенькая моя, ты возле Верочки, возле Верочки, пишешь, да, вот там, девелоченьки, я сразу посинкую их, посинкую, 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 уже цветы, я сегодня их обработаю, обработаю вот эти вот лекарства, мама, вот это вот куст, вторую же подсаживаю, это, они туда в туалет ходят, все подряд, подвязала это, хреновину подвязала, я вам говорила, что мама любит все подвязывать, а теперь мне надо подвязать, вот, смотри, кусила, сейчас вот на табуретку, и живи, мама не разрешает мне этот бурьян скашивать, говорит, ты меня нарушишь, я, говорит, буду его вырывать, представляете, не дает мне скосить, остался такой этот самый, я хочу скосить, я говорит, ни в коем случае не трогаю, его оставлять нельзя, его надо топковым, она хочет его с корнем убрать, корнем, косам, вот смотри, вот убрала, хрен подвязала, представляете, дичата, ну вы таки бачили, дичатка, ну вы таки бачили, я в шутце, да, все красиво, только вот это, ну не дает мне, я не трогаю, все, а, да, будет ливниво еще дожди, вырвать с корнем, мам, уже в хаты уже дожья, я там, не, я не говорю имена у вас сейчас, будут, будут перебить, вырвать, потому что он все равно будет сеять семена, он будет сеять все равно, боже, девчата, вы все сюда поприходили, Костик, и ты здесь, и Лизонька здесь, и Тигря на пенечке, как она красиво смотрится, ляй, мам, ну прелесть, ляй, мама, я не знаю, чем она питается, где она живет, она ничего не жрет дома, приходит от этого, только любуется нам и уходит, она же ничего не ест, я понимаю, что тебе некогда, о, ну вот это вот, ну да капрелесть, ну так капрелесть, ты Вовка мне як дав, сосед, сосед бешениц, я гляну петушки, петушки, я ковырнула сам, говорила, с коруста, да, эти петушки, сколько уже было им лет, да, Лизонька, конечно, давай, 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 вот пенечек хороший, да, девчата, значит, там надо посадить розы, там, там, где отростки, ну там под розами, покажешь мне, тут надо, да, потому что я буду садить, потому что да, ну не в этом году уже, оживают, оживают, да, Степа, господи, дебил, выпилила, хорошо, мам, я поняла тебя, как ты красиво в этих кустах смотришься, да, да, ладно, я пошла готовить кушать, да, девочки, кухня на мне, потому что мама, и я готовлю каждый день, все свеженькое, что было свеженькое, что было вкусненькое, вот, вот это снимаю видео, если никуда не езжу по делам, то снимаю видео, потом опять уезжаю, потом приезжаю, перекусываю, бегу тоже на огород, то ли поливаю, то ли посынкую, то ли жуков травлю, опять на кухню, и вот так вот, вроде бы, знаете, и мужчины в доме нет, так, чтобы, знаете, как мужчины хорошо едят, ну, и вы знаете, мама, вот она действительно похудела, но очень хорошо ест, масло шоколадное есть, сливочное масло есть, первое есть, котлетки есть, котлеты она что-то не хочет есть, варенку я купила, ну, говорите, полный холодильник, все, что хочешь, он даже варенички еще, все, что хочешь есть, вот, колбаса, варенка, палку, она очень любит, вот, две осталось, на базе покупала, что она, говорила, езжу, покупаю, огурчики, то есть, яйца, все, что хочешь есть, но много затрачиваем, очень много энергии, то все мы, так, теперь хотела сказать по поводу зевания Людмилы, девочки, ну, вы же в курсе, да, что мы, мы не две гламурные такие вот телочки, едем в машине и себя чего-то представляем, она сильно устает, рано, человек работает без выходных, у него неделю, если один выходной есть, и поздно, понимаете, поздно мы приезжаем, я за ней еду в полдвенадцатого, если в час мы дома, то хорошо, и в восемь подъем, семь часов она спит в сутки, семь часов, это вообще очень, конечно, полезно, но когда это годами и месяцами, конечно, она будет зевать, ну, простите, если кому-то это сильно раздражает, просто я уже сто раз озвучивала, человек устает, она не высыпается, не высыпается, а еще знаете, вот это вот зевота может быть от чего, я так уже подумала, от усталости еще сердечная недостаточность, вы заметили, когда болит сердце, или когда-то что-то болит, мы зеваем, это тоже надо задуматься, Людмиле, вообще-то у нее, честно говоря, были большие проблемы, сердцем она дала, сейчас скажу, в 16 лет, в 16 лет, когда я исполнилась, у нее суставы покрутило, мы к кардиологу обращались, мы были здесь у нас, в центре на Ленина, когда еще Ленина улица называлась, в кардиологическом центре, нас поставили на учет, у нас были перебои, сбои, и как нам обещали, что наладится, слава Богу, наладилось, но все равно, у нас какие-то остаточные явления, это зевота неспроста, не так просто, что у нас, знаете, решила на вас позевать, ну, вообще у нас так, знаете, я вот, я снимаю, стараюсь видео, видите, непостановочное, бывает с темы на тему, потому что мне хочется все рассказать, показать, и без всяких, там, знаете, вот такая, вот, сама там где-то, знаете, про себя матюкаю, допустим, ой, здравствуйте, как есть, так и есть, ладно, все, моя хорошая, я, как всегда, опять затянула, всем мира, всем добра, огромное спасибо, что новые подписчики вы мне пишете, что вы на меня подписали, что будете со мной общаться, я очень этому рада, и всех вам благ, огромное спасибо, живем, жизнь не заканчивается, продолжается, все, всем пока, всех, я всех уважаю, хороших людей, хорошо к вам отношусь, спасибо вам за помощь, за советы, в общем, долго не прощаюсь, всем пока, 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 в общем, Продолжение следует...